Ещё в феврале в мои руки попала PC Engine Mini. Как я говорил в ролике про неё, оригинальный PC Engine у меня никогда не было, и я знаком с ней крайне поверхностно. Знаю, что это 8-битная консоль с двойным 16-битным графическим чипом, выпущенная в 1987-м за два года до Sega Mega Drive. Знаю, что она держалась в топах продаж в Японии вплоть до выхода на рынок Super Famicom, и что сделали её Hudson Soft и компания NEC, и что на ней самое большое количество шмапов из всех домашних консолей. А, ну и что на ней вышла одна из лучших костельбаний Rondo of Blood, которая на оригинальном диске стоит сегодня просто космических денег. Да, если мы говорим про диски, важно ещё упомянуть, что CD-ADON для PC Engine стал самым первым в мире устройством, использовавшим компакт-диск для хранения игр на игровых консолях. И использовался он там, не как в той же Sega CD, где большую часть пространства забивали фулл-моушн-видео вставками, а для ресурсов игр и музыки фантастического качества. Ну и на этом, собственно, всё. Но поиграв в подборку игр с её мини-версией, я посчитал огромным упущением отсутствие самой маленькой, даже попавшей в книгу рекордов Гиннеса из-за своего размера приставки в коллекции, и решил незамедлительно исправить данное упущение. Привет, друзья! С вами, как всегда, Виктор Карасёв, и сегодня у меня появилась ещё одна консоль. PC Engine Duo. Мой выбор пал не на первую обычную версию приставки, которую можно словно конструктор собирать из различных версий дополнительных модулей, а на полноценный комбайн, уже содержащий в себе и обычный PC Engine, и её CD-адон с последней версией BIOS. Да, эта вариация японского игрового чуда значительно дороже, но зато возни с ней должно быть немного меньше, чем с поиском оригинала по частям, точнее, должно было бы быть меньше, но в 2021-м, с техникой которой уже больше 30 лет, просто, естественно, не бывает. На eBay цена рабочей приставки без коробки начинается от 200 долларов. Рабочей, кстати, это значит, что её просто включили в розетку, и она показала картинку на телевизоре. Если хотите полностью проверенную, чтобы её прям погоняли из карточек, из дисков, это будет уже 300+, то есть от 20 тысяч рублей. Но, поскольку консоль японская, для её приобретения есть другой, намного более выгодный вариант. Страна её производства. Приставку из сегодняшнего выпуска, а также множество других товаров, можно купить в Японии при помощи ZenMarket. ZenMarket — компания-посредник по доставке товаров из Японии. С их помощью можно совершать покупки на японском Yahoo, Rakuten, японском Amazon или в любом другом японском магазине. Процесс покупки самый простой из всех возможных. Всё, что вам нужно сделать — найти необходимый товар, предоставить на него ссылку и оплатить покупку. Остальное сделают за вас. Думаю, что для чего вообще при покупке товаров из Японии нужен посредник, объяснять не нужно. Если, например, из Америки в Россию не хотят отправлять процентов 30-40 продавцов, а остальные просто ломят сумасшедшие суммы за почту, то из Японии вы вообще не сможете купить никакие товары за рубеж в 95% мест. Подавляющее большинство товаров, особенно на аукционах, например, на том же Yahoo, продаётся только внутри страны. А всё общение с продавцом идёт исключительно на японском. Ценник на японские товары на японских площадках кардинально отличается от ценника на том же eBay. А некоторые японские товары вообще не появляются на eBay или появляются там очень редко. Возьмём сегодняшний PC Engine Duo. Ценник на eBay от 200 баксов. Я брал версию, которая просто включается, понимая, что она может быть проблемная. Но зато заплатил я со всеми налогами всего 13 тысяч йен. То есть примерно 8 с половиной тысяч рублей. Как вам разница в цене? Всего-то почти в два раза. И таких предложений на японских площадках очень много. Зинмаркет берёт все вопросы с выкупом, доставкой и общением с продавцом на себя. А вам предоставляет русские версии страниц с товарами и их описанием. А также удобную поисковую систему на русском, по японским площадкам и службу поддержки. То есть необходимые товары даже не нужно искать на японских сайтах. Весь поиск товаров может проходить через Зинмаркет на русском языке. И что важно, у Зинмаркет самая низкая комиссия из возможных. Она составляет всего 300 йен, то есть около 200 рублей за любой товар, вне зависимости от его стоимости. То есть даже если вы покупаете консоль PC Engine, которая стоит около 13 тысяч йен, вы также заплатите комиссию всего в 300 йен. Обычно посредники берут процент от стоимости, но не Зинмаркет. Всё купленное вами соберут в одну посылку, аккуратно упакуют и отправят вам домой. А вам лишь останется наслаждаться покупками. Ссылка на Зинмаркет в описании. Переходите, регистрируйтесь и покупайте всё, что вам так давно хотелось. А для всех, кто зарегистрируется по моей ссылке в описании, положен приветственный бонус в 300 йен. Помимо вышеперечисленного, у PC Engine есть ещё две интересные особенности. Во-первых, носители информации. Первые игры для платформы. Первые в смысле до того, как их стали выпускать на CD для CD-ROM ROM. Зачем повторять два раза два раза? Компакты для NEC-овской приставки реально называются CD-ROM ROM. Я пытался загуглить, как расшифровывается второй ROM, но так и не смог. Знатоков просят пройти в комментарии. Так вот, изначально игры для PC Engine выходили на вот таких штуках размером с банковскую карточку. Правда, немного толще оной. Этот формат называется WhoCard, и ходят слухи, что PC Engine как платформа появилась как раз благодаря им. Изначально компания Hudson Soft, придумавшая их, хотела продать свою разработку Nintendo для использования в их консолях. Но большая N отказалась. А вот компания NEC форматом заинтересовалась, и вместе с Hudson сделала на их основе свою приставку, утеревшую нос нинкиным зазнайком. По крайней мере, в Японии. Информации на таких карточках может храниться значительно больше, чем на NES-овских картриджах, до 2,5 мегабайт. Вкупе с двойным 16-битным видеопроцессором это позволило портировать на PC Engine игры с аркадных автоматов намного ближе к оригиналу в сравнении с тем же Famicom, а соответственно и победить в борьбе за кошельки геймеров из Японии. Во-вторых, PC Engine, наверное, первая консоль, которая подразумевала апгрейды железа до всех этих ваших New Nintendo 3DS, PS4 Pro и Xbox One X. Изначально, в 1987-м, у PC Engine было всего 8 килобайт оперативной памяти и 64 килобайта видеопамяти. С выходом через год в 1988-м CD-эдона консоль разжилась в общей сложности 256 килобайтами оперативки и на то, и на то. А еще чуть позже, из-за необходимости выпускать на приставке порты аркадных игр с Neo Geo, объем мозгов расширился аж до космических двух метров. Реализовано это было также при помощи формата Hukard. Если вы хотели поиграть в CD-игры на своей классической PC Engine, помимо самого Эдона, вам была необходима карта Super CD-ROM, и дополнительная память, а также обновленный BIOS находились именно в ней. А для аркадных конверсий существовала вот такая аркадная карта. И да, без этих карт вы могли просто выкинуть ваши новенькие CD с играми в помойку. Приставка бы их не прочла. А еще CD-ROM-ROM систем тоже было несколько. Просто CD-ROM-ROM и Super CD-ROM-ROM. И диски от второго с картой от первого тоже работать бы не стали. В общем, видимо, не зря консоль называлась именно PC Engine. И все это было в Японии еще в конце 80-х. В моем комбайне PC Engine Duo уже встроена оперативка для всех версий CD-ROM-ROM, кроме аркадных CD. И системный BIOS 3.0, что тоже является серьезным аргументом в пользу выбора именно той версии консоли, которую купил я. До всего этого мы еще доберемся. Ху-карты продавались в таких же коробках, как и компакты. За тем лишь исключением, что на обратной стороне у них нет привычных скриншотов и описаний, а просто нанесен логотип издателя. Внутри карточка в чехле и, само собой, мануал. Без этого в те времена никуда. Подключается Duo обычным композитным кабелем, что тоже является преимуществом именно комбайна из коробки. У первой версии PC Engine есть только антенный выход. Хотя через порт расширения ее можно подключить HP-RGB, но для этого нужно будет приобретать специальный дополнительный девайс. А тут сразу колокольчики сзади, геймпад и ху-карту спереди и поехали стрелять по летающим или рубить бегающих врагов в свое удовольствие. Геймпад консоли я уже показывал в мини-версии, здесь он практически такой же. За тем лишь исключением, что в этой версии есть еще турбопереключатели. Да, не турбокнопки, как на Dendy, а именно турбопереключатели, которые позволяют задать интенсивность автоматического нажатия, а кнопка при этом будет использоваться та же, что и без турбо. И должен признать, это действительно удобно, особенно, когда турбокнопка нужна только одна из двух. Для 99% игр с PC Engine двух кнопок достаточно, но существует как минимум одно исключение. Ну и еще несколько, если говорить про аркадные порты Neo Geo. Для, по сути, 8-битной PC Engine выходил полноценный Street Fighter 2. Можете себе это представить? Да, мы с вами видели китайские стритфайтеры для Dendy, но это не то. Это самый настоящий Street Fighter 2, ничуть не хуже, чем был на Sega или Super Nintendo. С одной единственной оговоркой. Пробовали когда-нибудь играть в Street Fighter 2 двумя кнопками? Добро пожаловать в мир PC Engine. Причем интересно, что в игре реально есть какие-то комбинации клавиш, чтобы прямо во время игры переключать функционал этих двух кнопок. Бездумно тыкая на все несколько боев подряд, Neo меня то бил ногами, то руками, то верхними, то нижними. Но, естественно, так играть просто невозможно. И вы не поверите, но выход был. Для консоли вполне себе официально также выходили вот такие 6-ти кнопочные геймпады, которые позволяли играть практически так же, как и на оригинальном автомате. Никаких дополнительных настроек не требуется. Просто меняем стандартный на 6-ти кнопочный и поехали меситься в свое удовольствие. Такие геймпады даже поставлялись и в комплекте. Но, правда, только с самой последней ревизией комбайна PC Engine Duo RX, запущенном в продажу в Японии в 1994 году. Это, кстати, самая дорогая версия комбайна, ее вообще сейчас хрен купишь. Да, и еще один забавный момент. У PC Engine и у оригинальной, и даже у комбайна Duo всего один порт для джойстика. Вот скряги, блин. Нет, естественно, на консоли есть игры на нескольких игроков. Есть даже на пятерых. Но чтобы подключить даже хотя бы два геймпада, придется покупать мультитаб. В момент актуальности консоли он стоил около 20 баксов. На всем деньги с народа драли, блин. Главный минус PC Engine такой же, как и у множества других ретро-консолей. Некоторые оригинальные игры для нее сегодня стоят просто космических денег. И костыльвание Rondo of Blood далеко не предел. В случае с CD-ROM-ROM этот вопрос решается довольно просто. Защиты от копирования у консоли как таковой нет. Просто нужна биос-хукарта того же региона, что и игра. И купить ее нужно будет всего лишь один раз. А дальше катай себе болванки, главное, на максимально низкой скорости. Железка старенькая, быстро записанная на современных резаках диски, она скушать не сумеет. А вот что делать вот с этими вот вещами? Правильно, то же самое, что и с любой другой консолью. Нам понадобится микро-ка... Упс, это не отсюда. Для PC Engine, так же как и для практически любой ретро-консоли, существуют флеш-катриджи. Разработчик лучшего из них, Turbo Everdrive Krix, сам их, я так понял, больше не продает. Но Алиэкспресс предлагает клоны всего по 200 небольшим тысячи рублей. В любых количествах, в каких хочется. Самое интересное, что на них даже оставлена информация об авторе, только почему-то она отзеркалена. Сам флеш-катридж выполнен в той же форме хукарты, только немного потолще. А игры записываются на стандартную микро-SD карточку. Прямо в комплекте с флешкой товарищи из Поднебесной поставляют 8 гигабайт, и это, блин, космически много, потому как вся библиотека хукарт-игр занимает примерно 80 метров. А образы CD-игр, насколько я понял, с нее запускать нельзя. Да, но самое интересное, что в этой флеш-хукарте также встроена дополнительная оперативка, и на нее можно забросить еще и образы карт с биосом, и для игры в любые CD-игры больше ничего докупать будет не нужно. Чудо, а не карточка. Ее использование также элементарно. Закинул ромы, вставил в консоль, выбрал ром из меню, и через несколько секунд уже наслаждаешься игрой. Правда, нужно признать, черный плащ для PC Engine, и слово наслаждаешься использовать в одном предложении все же не стоит. Такое говнище игра, просто слов нет. Но и хороших игр на платформе тоже более чем достаточно, особенно, если вы любите японские игры. О хороших мы еще поговорим отдельно, но уже не сегодня. В мире существует еще более изящное флеш-решение под названием SuperSD System 3, которое умеет запускать и хукарт, и CD-ROM-игры с SD-карты, даже на самый обычный PC Engine без CD-ROM-привода. Да еще и сразу имеет в комплекте встроенный RGB-выход. Но стоит оно на сегодняшний день от 250 долларов и дороже. Хорошая игрушка, но к ее приобретению лично я пока не готов. Может быть, когда-нибудь. Ну и теперь к тому, почему же на обложке ролика написано, что консоль сломана. Как я уже сказал в начале, на покупки я сэкономил и приобрел приставку с только лишь подтвержденным включением, но не полной работоспособностью. Большинство PC Engine Duo на сегодняшний день имеют проблемы с чтением дисков. И моя, к сожалению, не исключение. Диск раскручивается, приставка, судя по звуку, даже пытается его прочитать. Но, к сожалению, спустя несколько десятков секунд пишет «Вставьте диск». Связано это может быть с тремя вещами. Либо ей не хватает питания, либо на ней потекли кондеры, и это, кстати, могут быть две взаимосвязанные вещи, либо самому сидюку пришел каюк. Тот факт, что у меня как минимум работает моторчик и диск крутится, внушает надежду, что это не сам сидюк. Хотя, даже при рабочей механике дохлым вполне может оказаться лазер. Если же консоль разобрать, с виду внутри она кажется живой. Никаких вытекших или вздутых кондеров не видно, но это может быть непоказателем, ибо за 30 лет они могли просто высохнуть. Нужно сделать рекап, а уже потом смотреть на ее поведение. Есть вариант также просто подрегулировать лазер, но говорят, что это чревато. Немного и вот тогда нужно будет готовиться к серьезному и дорогому ремонту. Поэтому начать лучше с кондеров. И в ближайшее время я этим обязательно займусь. Естественно в новом выпуске, чтобы вас держать в курсе дела. В любом случае приобретению я рад, мне очень хотелось поделиться им с вами, хоть консоль и не в идеале, но и по цене я заплатил за нее сильно дешевле рыночной стоимости, а бесплатный сыр, как известно, бывает только в мышеловке. В общем будем работать и рассказывать о результатах вам. Да, еще сегодня я хочу сказать большое спасибо Игорю Костенникову за геймпад и карточки с дисками, которые он предоставил для сегодняшнего выпуска, чтобы я мог вам показать их вживую, а не на фотках из интернета. Спасибо, Игорь. Все. Теперь пока точно все. Спасибо за внимание, друзья. Надеюсь, было интересно. Как обычно, если понравился ролик, не забывайте поставить ему большой палец вверх, а также подписывайтесь на канал, если сегодня здесь вдруг впервые. А у меня на этом все. До скорых встреч. Удачи! Субтитры сделал DimaTorzok